Михаил Шейтельман на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сейчас мы вас слышим и видим. Можем начать наш разговор. Мы говорили до вас с Валерием Карбалевичем, белорусским политологом, который как раз считает, что у Беларуси есть особая роль в случае, если начнется война России и Украины. Вот как вы считаете, во-первых, начнется ли эта война? Насколько это такой реалистичный сценарий? Или пока мы наблюдаем некое нагнетание, но ничего за этим не последует? Ваше мнение. Значит, мой прогноз, он очень конкретный. Я считаю, что сейчас война не начнется, поскольку для нее нет легального повода. Насколько мы знаем, президент России Путина и все его поступки, он старается соблюдать законность в том понимании, в котором он ее себе представляет, в том числе международную законность. Атака на Крым, например, произошла потому, что и дальше были легальные некие формальные, легальные объяснения. Они могут не устраивать международное сообщество, но лично для Путина они важны. Поэтому самым реалистичным на настоящий момент является не тотальная война против Украины, для которой у России нет никаких оснований легальных. Давайте рассмотрим, какие претензии к Украине предъявляет Россия. Претензии есть базовые, не соблюдаются Минские соглашения. Но Россия не является страной Минских соглашений. Следовательно, какие основания у России нападать на Украину? Есть основания у ДНР нападать на Украину, если не соблюдаются соглашения, но не у России. И вот здесь начинается тонкий момент, то есть тот реалистичный сценарий, который займет определенное время, но может произойти. Как вы знаете, на прошлой неделе ряд партий в России подал законопроект о признании ДНР и ЛНР. И сегодня было заявление, что он будет рассмотрен в феврале месяца этого года. Если Государственная Дума Российской Федерации признает ДНР и ЛНР, то тут возникает юридический казус. Поскольку, что является территорией ДНР? По конституции ДНР, территорией ДНР является вся Донецкая область Украины. А не только та территория, которую сегодня контролируют боевики ДНР и Российская армия. И в этот момент Россия приходит на помощь ДНР, чтобы освободить Мариуполь, чтобы освободить Краматорск и другие города Донецкой области. Вот такой сценарий войны возможен, но не тотальной войны. Пока. У нас звонок. Зритель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Алло, добрый день. Владимир, добрый день. Гость. Это Антон Москва. Хотел вопрос гостю задать, очень интересный по Украине. Во-первых, как он относится вообще к выводу дипломатов из посольств Киева, именно австралийских, американских и других стран. Это тоже реально предвестие войны? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что он думает о поставках Байдена Зеленскому? Насколько вот эти вооружения джавелины могут сыграть свою роль в отражении российской агрессии? Ну, в плане того, что как можно больше танков сожгут, вот эти вот джавелины. Ну, и третий вопрос. Интересно мнение узнать. Захарова тут обвиняет украинские власти, она просекретарь МИДа. И Британию, то, что Британия хочет наложить санкции какие-то. Если какой-то вот этот придет марионеточный правитель новый, который вот партию нашу возглавляет, соответственно, будут ли какие-то вот опасаются, что будут какие-то санкции в отношении России? Вот Захарова, правда ли это или нет? Вот пусть гость ответит на эти вопросы. Спасибо. Спасибо, Антон. Так, давайте по порядку разбираться. Значит, первый вопрос о эвакуации посольств. Ну, дело, наверное, не в том, как я отношусь, а что это означает, к чему это может привести. Во-первых, да, это вызвало определенную панику в Украине. Впервые, пожалуй, я достаточно давно нахожусь в Киеве, впервые наблюдается вот эта подготовка к войне у народа, я сейчас имею в виду, на народном уровне. Но пока такая на половине. То есть если посмотреть новости вот сегодняшних интернет-сайтов, то они идут через окну. То есть вот новость там, мэр Кличко собирает мэров городов, чтобы готовить городскую самоборону. Следующая новость. Вера Брежнева сфотографировалась в бикини. Дальше следующая новость. Зеленский там заявил, что Харьков будут брать так-то и так. Следующая новость. В Одессе разогнали бордель. Ну, то есть мы видим, что пока на половину идет подготовка. Но это на самом деле не очень смешно, в том смысле, что действительно на половину там она уже идет. И народ сегодня тренируется, набирают какие-то там... Все прикидывают, где убежище находится ближайшее, уже всерьез и без всяких шуток. И в том числе эта паника вызвана тем, что посольство действительно эвакуирует свой состав. Но это к чему привело? Теперь зачем эвакуировать? Вот здесь у меня есть один сценарий. Да, Михаил, что-то со связью? Вы зависли. Слышите ли у нас сейчас? Да, видимо, перегрузка интернета. Михаил, слышите ли у нас? Имеющий определенную вероятность. Я назову ее из последних, там, нескольких историй про потенциальную войну. Сейчас, по-моему, не слышно. Да, вот зависло все, потом был такой... Можете повторить, да, по поводу того, вот вы сказали, что вот сценарий, и дальше все закончилось. Рассмотрим вот такой сценарий, которому я даю процентов 20. Дело в том, что весь последний, все последние события вокруг войны между Россией и Украиной начались в том числе с заявлений США и Великобритании. То есть США и Великобритания раз за раз, каждый день показывают какие-то новые сценарии нападений и так далее, и так далее. Я вполне допускаю, это теория невероятная, да, история. Я вполне допускаю, и тогда в это вписывается и эвакуация западных посольств, что вся эта история, это люди в Америке и на Западе используют Путина в темную. То есть разводит не Путин в Запад, а Запад разводит Путина. Причем просто используют его в темную, как для своих интересов, поскольку сегодня в Америке есть некое противостояние внутриполитическое между крылом, скажем так, Джона Керри и крылом госсекретаря Блинкина. Поскольку госсекретарь Блинкин, он чиновник, а Керри, он, знаете, как в Украине принято в таких ситуациях говорить, кум Байдена, то есть такой неопределенный родственник или кто-то там Байдена, да, интересант. И они соревнуются за то, кто из них главный на внешней арене. И когда Керри, как известно, уже давно, в общем, в какой-то степени, агент Кремля, я сейчас не в буквальном смысле, не в смысле денег, я ментальный агент Кремля, Керри пытается о чем-то договориться с Путиным, а Блинкин успешно срывает ему договоренности с заявлением о том, что завтра война, завтра санкции, мы сейчас поставим Джавелина и так далее. В такой ситуации возможно, что Путина просто используют. И тогда вот эта эвакуация западных посольств, она вполне вписывается в эту историю. Это был первый вопрос зрителя. Давайте вспомним второй вопрос, какой был сейчас, извините. Про вооружение. Про джавелины. Ну, я, конечно, знаете, у вас есть замечательный эксперт по вооружениям, который из Риги, да, не помню, к сожалению, вы, Кирилл зовут. Я думаю, что он про это расскажет сто раз лучше меня. Я могу сказать, опять-таки, что это способствует развитию боевого духа, так сказать, в Украине, что вот сидим мы в Украине и видим, как каждый день приземляются самолеты с вооружениями не только из Америки, но и из Великобритании уже поставляются новые гранатометы, новые системы, да. Уже вертолеты какие-то пошли и так далее, и все это нарастает и нарастает, как снежником буквально каждый день. Поэтому, как минимум, моральная поддержка этому всему есть. Дальше. В конфликте локальном, как то попытка России расширить зоны ДНР и ЛНР, я думаю, что все это вооружение окажется весьма важным, если Россия не будет применять авиацию в открытую, да. А вот в глобальном, в большой войне, пусть вам расскажет, я думаю, эксперт по вооружениям, потому что я не настолько хорошо в этом понимаю. И третий вопрос был очень про партию «Наши». Это чья партия «Наши»? Ну, это скорее движение, но там про санкции, и Мария Захарова санкции «Наши», насколько я знаю, не партия «Движение». По-моему, оно молодежное даже было в России. Да, молодежное даже «Наши». Ну, смотрите, будут ли новые санкции? Вчера Зеленский и украинские степи постоянно призывают ввести санкции против России прямо сейчас за то, что Россия как бы вот начала всю эту историю, да. Но Запад вчера в лице, по-моему, даже Блинкина, я сейчас не вспомню точно, ответил, что, знаете, мы эти санкции приберегаем как контраргумент, чтобы как бы остановить Путина от неоправданных и рискованных действий. Поэтому мы не будем сейчас вводить, этот ответ был дан очень чутко. Да, Михаил, слышите ли вы нас? Мне его, честно, слышу. Да, опять было зависание, но вроде связь наладилась иногда как-то. Да, продолжайте. И еще одну историю про эти санкции могу сказать следующее. Что вызывает некоторое удивление, да. Вот если чуть-чуть отвлечься именно от истории только в Украине, до противостояния России и НАТО, то мы видели, что Россия предъявила ультиматум НАТО. НАТО, в свою очередь, не выдало ответ, то есть сказала «нет», ну, грубо говоря, «нет, не будем делать то, что в ультиматуме». Но никакого ответного ультиматума почему-то не предъявила. Хотя, казалось бы, но и какая? Если есть некая сила под названием «Россия». И она говорит товарищам, НАТО должно, значит, ототвинуть сюда войска, вот это тут отменить, ракеты убрать, этих из НАТО исключить. Если мы НАТО в данной ситуации считаем, что мы сильнее, у нас есть право сильного, то что это такое за, так сказать, наезд на нас, ребята, да? Вот за это, за такое заявление уже можно вводить. Определенные санкции, по идее, да? Сказать, ах так, мы требуем, чтобы вы вывели там войска из Калининграда, еще что-то, еще что-то, неважно, что-нибудь. Но такого ответа не последовало, потому что единства пока нет, мы видим, что это достаточно сложно. Вопросы приходят от наших зрителей и спрашивают про книгу, которая у вас за спиной. Та ли это книга и что она там делает? Изучаю, вы знаете, изучаю. Дело в том, что да, не буду давать, да. Я ее поставил символически специально, не буду скрывать, специально чуть-чуть, да, как намек на что. Смотрите, сегодня, вот я даже ее уберу сейчас из эфира, чтобы дальше уже было интереснее. Намек на следующие обстоятельства. Еще один сценарий возможной войны между Россией и Украиной, это, как всегда, начало войны на Балканах. Первая мировая война начиналась там, вторая не там, но, как говорят, тоже с некой несуразицы на Балканах, да. И посмотрите, что сейчас происходит. Это очень важно связать эти события. К сожалению, у нас редко это связано. Но в Боснии две недели назад прошел парад независимости боснийских сербов. США две недели назад внесли лидера боснийских сербов в санкционный список. А это лидер не какой-то там сепаратист. Нет, это легальный, в смысле, вот из трех там лидеров национальных, которые есть в Боснии, он представитель сербского народа в правительстве, да, из трех, в триумвирате, правда, еще как-то, да. Вот. Определенные есть там такие же несуразицы на Косово, в Косово. Мало того, на прошлой неделе президент Косово Османи заявил, что Косово поддерживает Украину в войне с Россией. После чего была публикация, что Косовская армия приедет в Украину отстаивать, значит, границы на войне с Россией. Что, конечно, полный абсурд, поскольку Украина даже не признает Косово, поэтому армию сюда приехать не может. Но это все связанные истории. Россия, безусловно, имеет своих агентов в влиянии очень серьезных среди сербов. Сербы – это, мы понимаем, союзнический народ России. И вот если произойдет нападение на сербов, как Россия его оценит, нападение на сербов со стороны НАТО, то Россия будет готова вступиться. Вот поэтому я сейчас изучаю эту историю начала Первой мировой войны, Второй мировой войны, потому что мы близки, к сожалению, к сожалению, я сейчас очень серьезно говорю, это очень серьезная история, да. Мы близки к повторению этого сценария сегодня. Ну вот также спрашивают, а Казахстан – это что было? То есть это можно рассматривать в контексте всей вот этой геополитической истории? Или это отдельный пазл такой? Ну, вы знаете, честно, было бы придягивать за уши, сказать, что это часть геополитической истории, именно по тайне. То есть это нормально. Если рассматривать как общая часть плана Путина по восстановлению Советского Союза, то да. Но, конечно же, он не планировал это делать именно сейчас, именно в связи с переговорами с НАТО, или в связи с войной с Украиной. По времени это совпадение случайное. По идеологии совпадение абсолютно. Это не совпадение, это часть плана. Как мы видим, впервые испытаны силы УДКБ. И мы не удивимся, если войска УДКБ окажутся в ДНР. Например, ДНР, Россия признает ДНР, а дальше просит Россия помочь союзнику и так далее. И представьте себе, что в ДНР оказываются не российские войска, а армянские и казахские. И вот как тогда реагирует украинская армия, что становится не совсем ясно для Украины. Если Россия для Украины сегодня враг для любого украинца, для большинства, для 80 с лишним процентов украинцев, Россия враг, то Казахстан не враг, и Армения не враг, даже друг скорее. Поэтому не совсем понятно, что делать в этой ситуации. А что касается... А, у нас есть звонок, подсказывает режиссер. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, это Олег из Машингтона. Да, Олег. Тут буквально на днях Евгения Мураева объявили потенциальным президентом, которого поставит, может, Россия. И, в общем, что он якобы там чуть ли не связан, чуть ли не российский там... Ну, наверное, не СПО, но российский как бы тоже человек влияния, да? Агент влияния, можно сказать. И у меня вопрос. А я вот узнал буквально сегодня, что оказывается он в России по санкциями, и ему даже въезд в Россию запрещен. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, за что он попал в Россию по санкции? Спасибо. Да, спасибо. Евгений Мураев является украинским политиком, который был в прошлом депутатом Верховной Рады. Сейчас он, по-моему, не является депутатом, поскольку его партия не прошла Верховную Раду, набрав 3% на выборах. Но он в любом случае является достаточно влиятельным, как минимум, в Харькове политиком. За что он попал под санкции? Я думаю, за какие-то бизнес-истории, поскольку, как известный достаточно бизнесмен в Харьковской области, там могли оказаться предприятия на территории ДНР, ЛНР. Я деталей просто не знаю. Это вполне нормально. Мало того, из тех, кого считают агентами российского влияния, я думаю, половина под санкциями в России при этом находится. Что это такое маскировка, не маскировка, я не знаю. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что Мураев агент российского влияния. Мураев – это человек, который как раз представляет вот те 15-20% электората, один из таких политиков, которые считают Россию союзником и стремятся к Союз России. Назначит ли Россия Мураева президентом? Для того, чтобы назначить Мураева президентом, России придется захватить всю Украину. И просто назначит. Потому что победить на выборах президентских господин Мураев просто не может в силу ограниченности его рейтинга. А уж если Россия оккупирует Украину, кого она поставит своим гуляйтером, мы не знаем. Может быть, Януковича, может быть, Мураева, может, еще кого-то. Понятия не имею. А что касается внутриполитических ситуаций, связанных, например, с Порошенко и Зеленским, вообще, как эта история освещается в Украине? Насколько она важна, резонансна, знаковая и влиятельна? То есть она оказывает какое-то влияние на политику? Да, конечно, оказывает. Это очень неприятное влияние, особенно накануне таких событий, которые возможны. И у меня есть большие, скажем так, подозрения, что она инспирирована извне этой истории, в том числе российскими, опять-таки, агентами влияния, но уже в окружении Зеленского. В окружении Зеленского, безусловно, есть люди, которые, я не скажу прямо, работают ни в коем случае на Россию, нет. Но которые подвержены, опять-таки, ментальным влиянием в каких-то процедурных вопросах. Дело в том, что это полностью бессмысленная история. Давайте так, Порошенко был абсолютно легитимным президентом Украины. Проиграл честно выборы. Честно поздравил Зеленского с победой. Повел себя максимально достойно в этой ситуации, не пытаясь никаким образом удержаться у власти. То есть и с точки зрения украинского народа, и с точки зрения Запада, он абсолютно уважаемый легитимный политик. То, что в процессе работы своей на посту, возможных, он допустил какие-то факты коррупции, и даже не говоря о том, замешанный, не замешанный. Вот это то, что любому президенту положено по всем мировым представлениям списывать. Понимаете? Особенно в развивающихся странах. Но если уже президент никого не убил, ушел в отставку добровольно, ну извините, то, что кто-то, что-то, там такие платежи, сяки, платежи шли, ну это недостойно даже преследовать в такой ситуации человека. И я думаю, что сегодня большинство украинцев против преследования Порошенко за такие незначительные, ну достаточно незначительные, честно скажем, в рамках общей коррупции в Украине, процедурные вопросы. И я думаю, что это достаточно, в какой-то степени, вот это преследование Порошенко, это ошибка тех, кто это делает. Я не знаю, кто это делает лично, надеюсь, что это не президент Зеленский, конечно. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня Анна зовут. Из Риги звоню. Я бы хотела прокомментировать то, что увидела сейчас. По юношению, он, конечно, как мне кажется, сделал такой потенциальный эфир для российских пропаганды. Я уже вижу этот заголовок, что украинцы изучают майкамп перед войной с Россией, неусловно, да, в кавычках. И хотела узнать ваше отношение вообще к этой книге все же. И не страшно ли вам ее изучать, поскольку я понимаю, что есть литература веда и в целом любая литература достойна изучения. Но нет у вас такого-то такого зловещего ощущения, когда вы ее в руки берете? Спасибо. Спасибо. У меня есть зловещие ощущения, когда я беру в руки эту книгу. У меня есть зловещие ощущения, когда я беру в руки книги Ленина. Врага надо знать в лицо. На книге Мао Цзэдуна, кстати, тоже можно почитать. Или Че Гевары. Вы много ужасного узнаете, если их прочитаете. Я иногда плачу, когда читаю эти книги. Есть еще более горькая книга «Застольные речи Гитлера». Но врагов надо изучать. Надо все это... Кроме всего прочего, как политтехнолог, я должен разбираться в тех приемах пропаганды. Смотрите, Гитлер – человек, который создал уникальную машину пропаганды, оболванившую десятки миллионов человек. Мы должны уметь этому противостоять. И я сейчас, когда говорю «мы», это не украинцы, не россияне, не латвийцы, а мы люди. Мы свободные люди, должны уметь противостоять тоталитаризму. И сегодня это война с тоталитаризмом. В любом случае, это война, о которой потенциально мы говорим. Звоните в прямой эфир. Телефон WhatsApp и Viber есть на ваших экранах. Еще можно до нас дозвониться, высказать свое мнение. Михаил Шейтельман, политтехнолог и медиаменеджер у нас на прямой связи из Киева. Можете задать свои вопросы в прямом эфире. Можете написать их в нашем чате. И вот, кстати, еще спрашивают, а Путин чего хочет? Возврат СССР? Ну, то есть, если смотреть его в таком глобальном смысле. Путин хочет восстановить? Я считаю, что да, это достаточно банальное, простое желание. Он его не раз высказывал, во-первых. Во-вторых, смотрите, если говорить опять-таки о Путине, как о политическом деятеле, то вот он сегодня, у него скоро заканчивается четвертый срок. Скоро, через два года. Каждый из его, если взять каждый из его сроков, то у него было очевидное, огромное достижение в каждом из сроков. Достижение, которое мог предъявить российскому народу. С его точки зрения, с точки зрения народа России, не с точки зрения мирового сообщества. В первый срок это была победа над олигархами. Тотальная, которая закончила с посадкой Ходорковского. Это то, что Путин предъявил народу. Смотрите, я разогнал олигархов, которые владели Россией. Второй срок, с четвертого по восьмой год, это интеграция российской экономики в мировую. Были проведены масса IPO, выведены на биржи огромное количество российских предприятий, и частных, и государственных. Сумасшедшие деньги потекли в Россию, и Россия реально разбогатела. Россияне перестали быть бедными во второй срок Путина благодаря этому. Третий срок Путина это захват Крыма, расширение территории. И вот сегодня четвертый срок, от которого прошло уже 4 года, а предъявить нечего. Потому что ВВП России упал на 40%. Обнищание происходит в России очевидно, совершенно особенно в регионах. Военных побед больше нет. И сегодня Путин ищет себе просто внутренне, поставьте себя на место этого человека, амбициозного человека, который захотел быть четвертым сроком президентом. Ему нужно поставить большую задачу и решить ее. Он поставил задачу восстановления Советского Союза. Скажем так, мы не назовем это государство Советским Союзом, оно не обязано быть социалистическим, но в границах Российской империи, например, или Советского Союза. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир. Михаил Шейтельман, политтехнолог, был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Спасибо.